Всем доброе утро! Сегодня 6 число, сегодня уже практически Рождество, неделя прошла, даже не верится. И у нас есть подарочки, посылочка из Питера на Новый год, новогодний. Просто не было, честно говоря, немножко времени поснимать, потому что вкусняшки очень классные. Но настроение было отпорчено. Сегодня, кстати, у нас опять был приступ, уже третий за этот Новый год. В общем-то, не знаю, так ладно, развяжем. Так что мы будем сегодня пить чай вот с такими вкусняхами. Кто знает, от кого это посылочка, напишите нам в комментариях. Жду такой снеговичок. Это ручная работа с шоколадком. Классно вообще сделано. Что-нибудь, сейчас я жду и мильку. Шоколад очень вкусный. По крайней мере, по запаху 100%, знаю, уверена. Вот такая ложечка классная, чайная из Питера. И конфетки. Немножко единственное, что конфетки, конечно, в посылочке, они их умудрились попереворачивать. Хотя там было написано, что осторожно, неаккуратно. Но они вот посылку так прислали нам, что я поправила конфетки. Поправляла немножко, но все растресли, короче говоря. Не так сильно аккуратно. Вот такие классные. Я так понимаю, это белый шоколад, молочный шоколад. Сделано с любовью. А потом, видите, как будто зефирчики такие, да? Или это зефирчики вообще? Ну, будем пробовать, потом расскажу, конечно. Мне кажется, это вообще зефирчики, обалдеть. Запах шикарный. Так что пишите. И вот такая игра была. Ну, игра, это вообще наше все. Конечно, мы такое уже показывали. Это нейропсихологи очень рекомендуют в такие игры играть с детьми. Сейчас. Мы покупали такое в фикс-прайсе, кстати. Но в фикс-прайсе это был, конечно, другой вариант. Немножко упрощенный. Здесь, ну, я имею в виду простой такой этот, а это, в принципе, оригинал этой игры. Дубль. Дубль два даже написано. Это, я так понимаю, улучшенный вариант. Ну, вот здесь вот, например, надо найти вот это. Если сюда сопоставить, то божьи коровки. И вот так вот оно, в принципе, находится, находятся одинаковые, чтобы определять составляющие. Видите, например, здесь тоже божья коровка. А здесь, если будет, то будет. Ну, они отличаются здесь чуть-чуть еще и по размерам. Не сильно, но отличаются. То есть на одной картинке. Смысл этой игры, что на одной картинке, это на память, надо на внимание, что на одной картинке. На одной, вот эта каждая картинка совпадает друг с другом только с одним. Вот, то есть, как бы здесь будет совпадение. Вот видите. Стоп, вот. Молнии такие. А здесь будет что-то другое. Вот, а здесь пила. Подбаливает чуть-чуть. У меня сегодня голова немножко не сильно, но подбаливает. Второй день. Видно погоды, потому что у нас очень сильно метет. Метет снег. Покажу. Здесь Яра не успела содрать, кстати, в той Яре на комнате. У него вот такие наклеечки. Прям вот. Хотя погода плюсовая. И, честно говоря, от этого не сильно выйдешь, потому что снег клёклый. И коляска, конечно, не идет. Мы все собираемся купить. Санки. Но пока с финансами проблематично. Поэтому, ну, нет возможности. Да, вот так вот мы в этот год у нас был не самый легкий. В принципе, неплохой, но не самый легкий вариант. Получилось с финансами. Я имею в виду, что все эти переезды так сказались не очень хорошо. Поэтому, ну, смеяться, не смеяться. Как бы смешно, что выглядит, что у нас была икра. Ну, была так. Потому что, да, надо было рассчитывать на всех. Икры немного. И, честно говоря, я сильно не люблю соленую. Как бы я считала, что... То есть, ну, я икру так, это тонким слоем. Чисто, чтобы для вкуса было на... Я так всегда икру кушаю. Мне жалко ее ложками. Я не могу. У нас нет такого количества икры, чтобы ее ложками есть. Бывает и так. Вот. Чаек мы, конечно, попьем. Спасибо огромное за подарочек. Очень приятно. Будем сегодня тоже... Ну, сейчас отдыхать мы сильно не будем. Сейчас я посажу все-таки Яську позаниматься. Потому что я думаю, что все-таки все эти наши приступы связаны с отдыхом. Потому что, как только он стал отдыхать, с 20 какого числа у нас эти передышки пошли, каникулы, фактически мы ни на правый берег, никуда. И у Яры вот такая петрушка началась. Что у него... Часто так бывает. То есть, он на реабилитации все хорошо, а приезжает и... Привет, сосед. Потому что, как бы, наоборот, когда он начинает отдыхать и ничего не делать, то мозг у него какие-то... Вот так вот срабатывает непонятными штуками. Реакции дает. Так что посмотрим, как оно будет. Пойду его сейчас оттуда заберу. Пока здесь немножко прибрала. И мелько спит, потому что всю ночь нормально не спит. Она сейчас, получается, в проходной комнате спит. И там Сима всю ночь колобродит. У нас в Сима, не знаю, как ночь, как свет выключается. У нее начинаются какие-то истерики. В общем, плач, рев. И мелько всю ночь с ней ее охраняет, получается. Вот так вот. Не весело, но что делать? Попробуем. С этим тоже как-то решится. Ну, она, мелькость, Сима у нас после кастрации, а стерилизация, она, конечно, очень такая стала. У нее как-то немножко реакция. То есть, если раньше она прыгала, то, если она запрыгнет на дверь, потом слезть не может. Начинает ее потрусивать. Ну, то есть, как бы такая вся капризная немножко. Ей хочется постоянно спать где-то с кем-то на руках. Если раньше она не спала, то сейчас она около мили постоянно спит. Если свет выключили, никого дома нету, она прямо здесь криком, или все ушли из дома, она криком изводится до хрипоты. Кричит, пока кто-то не придет домой. То есть, одна оставаться она не может. Ей, как бы, некомфортно это. Отличие от Ярика. Ярику, кстати, я услышала, Яра сейчас часто остается вот так вот один где-то. Ну, или в комнате, или даю возможность, например, или даю задания какие-то ему постирать, еще что-то. То есть, я задачу конкретно ставлю. Яра, где-то машинка заправлена. Поставь ключи, чтобы она начала стирать. То есть, вот так вот, в принципе. И оставляю его играть одного. Ну, правда, больше это переходит на компьютер. И больше играет в компьютер. Когда один. Он сразу на планшет, и сразу тик-ток. Вот это у нас плохое. Ладненько. Не пугаться. Это все выглядит намного лучше, чем на самом деле. Чем через камеру. В общем, Яра здесь сидит. Вот сначала там мыл игрушки, а теперь здесь сидит, и их все перебирает, перетирает. И выкладывает, складывает. Да, сюда, Яра? Да, вот она оттуда протирает, сушит и выкладывает сюда. Так что у нас вот такое супер себе занятие. Отдых хорошо. А мне сейчас надо это все сложить. Сухое. А вот этот... Повесить, в общем, новые вещи. И вот еще... То есть, как бы не успевает, честно, состирка, а это все тоже разложить. Это все сухое. Кучу сухого. А Эмилия у нас... Тебя можно? К меня нет. Нет, к тебе. Пошли. Вот. Просто так вот уже покажу. Так вот все стенки уже, в принципе, готовы. Вообще готовы. Они уже все с обоими. Сейчас Эмилия так шпаклюет вот здесь вот эту сторону. Но он не хочет вот это снимать. Хотя я и предлагала ее снять. Я сниму, а то я не буду снимать. Вот эту одну штуку снимешь, да? Да. Сейчас иду. Я просто заклею обои, которые старые. Ну да, чтобы были попадали. Они сочетались, потому что эти белые и у этих тех, более тонкая текстура, они более такие тонкие. Она просто не хочет вот это все переделать. Как бы, да, эту всю стену. Тут и стена, и подоконник. Ну да, подоконник сейчас здесь грязный. Это, кстати, Эмилия все делала сама. Вот. Свою ремень. Так и все в этой комнате будет участвовать. Топатуся. Вот. Поэтому сейчас она так дошпук поклевывает. Потому что получилось, что мы здесь все поклеили. А угол у нас остался. Я делала цемент вот туда. И мы ждали, пока это все высохнет. А оказалось, что внизу тоже. А оказалось, что внизу тоже тоже вот этот угол. Он тоже с плесенью. Сейчас надо будет еще чистить. И уже шпаклюет сама она здесь, чтобы не попало на обои. Ну, то есть, как бы жалко, потому что здесь уже все поклеено. И жалко это все трогать. Они вот так поближе. Вот такая прям структура. Ну, классно, прикольно так смотрится. Ну, и уже есть краска. Краску. Сейчас я ройду. Вчера. Имени, я ездила. Бесцветная. Да, белая, да? Вот. Она просто вот этот матовая интерьерная краска. До этого тоже, да? Да, была. Ну, скажи, да. У меня была такая же краска. Взялось. Вроде бы, я не смогла ухватить. Чтобы покрасить вот это все. Ну, и, в принципе, здесь немножко, конечно, есть, потому что дверь это сначала ставит. Здесь есть, да, есть косяки. Но, опять же, это все-таки лучше, чем было на самом деле. В принципе, по-любому это все будет лучше. Ну, и потом розетки моют уже Андрею потом припашем, чтобы он... Хорошо. У меня здесь листья будут висеть. Я тебе не сделаю косяки скоро. Ну, да, и плюс ко всему, честно, я еще и предлагаю здесь вот эти... То есть, у нее все равно здесь у нее тоже была подсветка. И сейчас будет еще подсветка опять. Я предложила, ну, не знаю, посмотрим, как со временем, как с финансами. Типа, как вот, как молдинги, но, как бы им надо говорить, что она называется... Плинтусал. Плинтусал, да, подсветки, да, вот именно, что спрятать вот эти... Они очень большие, я не знаю. А, широкие? Они очень широкие, да. Ну, можно просто тонкие молдинги, поэтому тебе говорят, да, такие как досточки. И прям по ним положить, поняла как? Ну, у меня квадратом просто, если бы она была бы просто поверхнута по ним, это одно дело. А у меня квадратом. Ну, да, здесь надо, здесь вот она вот так вот эту стенку закрывала. Ну, еще линолеум, линолеум уже лежит, пока готовый. Ну, это после этого ждет пока линолеум, да. Я думаю, я закончу штукатурку. Ага, красить? Ну, делать вот эту штукатурку, покрашу, стены начну красить. Что красить? Стены. Она не будет сейчас начать лометь? Краской лометь? Ну, еще я посмотрю. Я просто целый день, честно, я провалялась, я, что голова опять разговаривалась. Но я померила, и в этот раз, как бы сейчас себе единственное, что посмотрела, что оно все-таки давление чуть ниже, чем всегда. И получается, что я еще раз долбала это все препаратами, уменьшала еще давление, и голова еще хуже болела. Я сейчас просто села, на таблетке второй день держусь, не пью, а от головной боли, да, вот эти все протестанула. И просто взяла, выпила стакан крепкого кофе. Ну, не знаю, может, на самом деле оно у меня просто чуть ниже падает, пониженное. И пониженное тоже может давать головную боль при анемии. Как-то сейчас смотрю, как-то лучше сразу стало после кофе. Поэтому уже поднялась. Так целое день, честно, я тоже провалялась с телефоном в руках, смотрела фильм. В сериал? В сериал, да. В сериале. Ну, я уже рассказывала медиум. Ладно, пойду посмотреть, что там Яра хочет, кричит. И, кстати, по поводу того, что книжу я не показываю, это просто ее решение, просто ее желание. И, ну, здесь нет ничего такого. Просто человек не хочет сниматься, не хочет показываться. Если когда-то захочет, мы не против. Мы ее не скрываем, мы ее не прячем. Вот она, она есть, разговаривает, она разговаривает, показывается, не показывается. И не потому, что она толстая, честно. Да, ну, как бы у каждой, так же, как у Доба, так же и толщина, это у каждого просто своя, своя строение тела, вот, строение тела, своя жизнь. Кто-то светлый, кто-то рыжий, кто-то черный, кто-то толстый, кто-то не толстый. Да, ведь здесь не в фигуре проблема, а просто проблема в нежелании, ну, сниматься на видео. Поэтому, лишь бы просто так, из-за этого. Вообще, очень странно проецировать свои какие-то... Ну, да, возможно, потому что мы даже об этом не задумывались, просто как-то в свое время она сказала, что я не хочу. Маленькая была, она как-то снималась, в первых, там, ну, где-то с Яриком, когда была помладше, достаточно, года три, да, наверное, назад, четыре. Вот, когда так-то только-только, но Ярик была семь. Когда-то, да, вот. Сейчас вы свои патрицы проецировали знакомцы в интернете? Да, а по поводу... Какие люди решили, что, если человек толстый, он должен скрывать себя, как будто бы это что-то постыдно? Позорно. Ну, да, в принципе, да, тоже. Что, типа, раз она у нее лишний вес, поэтому она не хочет сниматься. То есть, как бы вообще, на самом деле, ну, немножко... Каким-то им стоит, мне кажется, задумываться о том, как вообще... Просто, я так думаю, свои комплексы. Человек как бы со своими комплексами, и он просто понимает, что вот у него весом не проблема, и поэтому он не хочет, как бы, да, ну, как бы свои комплексы вот этот, и здесь мы предполагали то, что мы думаем, как мы думаем, а не как думает другой. Вот и все, я так думаю, что лишь поэтому, а не потому, что я хочу ее, потому что я ее стыжусь, и я не хочу ее показывать, или она стыдится, что у нее там большой вес, некрасивые глаза, или еще что-то там, какие-то проблемы, именно физические, да, какой-то может быть. Хотя я не думаю, что должны быть там физические проблемы какие-то. если ярко-красивые, все, поверьте, дочь была, дочь получилась не хуже, еще даже лучше. Так что вот так. Ты как сказала, сейчас Ярика ведет. Ярика? Почему? Нет, ну у него пацаничья красота, у тебя своя красота, у тебя девичья красота. Тоже нельзя же сравнивать, что мальчик прямо расценивает, что вот он красивый, красивее, чем дочь, например. Я просто говорю, что здесь не может быть хуже так, не должно быть хуже, по-любому. И, в принципе, если я не стесняюсь Ярика снимать, то, естественно, я бы не стеснялась и Эмилю снимать, если бы это было бы ее желательно. Кстати, ты про вторую стенку не забыла, вторую сторону? Какую? Вот эту. Я не буду веселить. Ну, все равно, вот здесь надо будет. Вот так. Вот видите, шпаклевальщик какой, волос. Валяр, надо тебя записывать в ремонт на мастерскую. Будет неплохо, кстати. У нас безотходное производство. Когда вы имели шпаклевка, там остается у нас вот с той комнатой, потому что бывает, она немножко быстро начинает засыхать. Я уже вот прошпаклевала здесь в угол. Ну, там все, конечно, выравнивать это все, но пока, по крайней мере, я выровняла углы. Мы этот раз с ней зашпаклевали вот эту комнату. Ну, тоже еще пока просто под первый слой, да? Да, да, хорошо. Завтра ты будешь магать. И вот здесь вот выровняю. Но я пока выравниваю одной стороной, и потом я вот так почищу, срежу, и буду уже выравнивать с другой стороны угол. Вот здесь тоже уже прошпаклеванная, и вот здесь тоже очень угол такой, очень отбитый весь был, скошенный. И здесь тоже более-менее уже подровняли и сделали. Так что вот так вот у нас процесс идет, движется. Еще, конечно, работы очень много, но хотя бы, хотя бы мы как бы пересекаем. Просто я пока не начинаю мы здесь, потому что если мы здесь начнем, то просто все выставлено в ее комнаты, некуда будет ставить. Ну, и потом уже будем в большую комнату. Что там ты? Куда? Завтра. Хорошо. Ладно, я пошла вещи вешать, дальше разбираться. Поэтому ну, вот так в таком процессе и блоге в таком процессе сильно много всего не покажешь, а? Я за мной. Хорошо, ты со мной, конечно, ты со мной. Выйди. Хорошо, Яр, все, перестань орать, пожалуйста. Уже сто слов, да, этот лопату уже взял, он уже везде отшпаклевал, уже все, ему надо все вешать. А теперь он вешать будет со мной. Хорошо, ладно, вешать со мной, давай. Было бы пониже, вешал бы сам бы. Ладно, мы сейчас будем сюда вешать. Спасибо. 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 Спасибо.